Здравствуйте! Это программа «Городские встречи». Меня зовут Максим Васильев. Благотворительность всегда как средство саморегуляции общества было значимо, но сегодня в наше непростое время эта значимость выросла в разы. И в гостях у нас Владимир Бурмистров, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Мамино сердце». Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Добрый день. Мы с вами, Владимир Сергеевич, знакомы еще по вашей работе в должности заместителя главы администрации, а вот теперь вы стали председателем попечительского совета фонда «Мамино сердце». Такая кардинальная смена направления работы. Как для себя приняли такое решение? Скажу сразу, это не основное мое место работы. Я работаю в другом месте, в Москве. А фонд – это как больше для души, как больше хобби и благотворительность. Это полезное, приятное дело, которым хочется заниматься и приносить пользу обществу. Поэтому решил этим тоже заняться в свободное от работы время. То есть вы снова выбрали Рязань? Фонд «Рязанский». Директор фонда, мой друг, пригласил, предложили работать. Так как к Рязани я, скажем так, прикипел, после два года работал, в проблематике города жил. Вообще нравится и климат, и люди. И во многих событиях города участвовал. Поздравлял десантников всегда, летчиков дальней авиации, в соцсфере везде участвовал, школы. То есть и к людям привык. И приятно заниматься этим именно в Рязани. Плюс знаешь всех и администрацию. Фонд «Маминое сердце». Какие направления у него? Чем занимается? Сейчас с моим появлением направления мы выбрали, которые сейчас злободневные для России. То есть это все связано с СВО. Это поддержка беженцев, которые находятся в пунктах временного размещения. Это поддержка людей, которые находятся на освобожденной территории в тяжелом положении. Это поддержка семей мобилизованных. И еще одно из направлений – это формирование патриотического сознания у молодежи. То есть это то, что важно. Вот мы сейчас проводим турниры, спонсируем спортсменов, именно связанных с патриотическим сознанием. А вот вы упомянули жителей наших новых территорий – Луганска и Донецка. Поподробнее расскажите, чем приходится заниматься? И включая поездки туда, я знаю, что вы были в зоне СВО, и включая работу здесь, на месте, с людьми, которые приехали оттуда. На территориях после прохождения военных действий ряд городов, люди остались в очень плачевном состоянии. Это финансовое, материальное состояние. Не хватает лекарств, медикаментов, средств личной гигиены. И эти люди по каким-то причинам уехать не могут оттуда, на сегодняшний день остаются. Там принимают решение остаться на этих территориях. И им надо помогать вот по этим категориям. Мы связываемся с местными администрациями, с военно-гражданскими администрациями, общаемся. Они дают нам заявки о потребности. Потом мы транслируем это здесь, начинаем собирать. Сами вкладываем деньги в свои пожертвования среди знакомых, среди бизнес-сообщества. Собираем какую-то часть и туда отправляем. Причем сопровождаем сами. А люди, которые здесь уже находятся в Рязани, цифра звучала, там около 700 человек, им тоже помощь полагается? От вас, скажем так? Мы взяли шефство порядка 100 человек, из них 60 детей. Они находятся в двух пунктах временного размещения. Мы взяли над ними шефство, мы им собираем средства личной гигиены, мы лекарства передаем, одежду зачастую, и устраиваем мероприятия развлекательного характера для детей, мастер-классы. Ходим, водим их в кинотеатры, в музеи, всякие спортивные мероприятия они с нами посещают. Сегодня мы проводим елку для 60 детей с ПВР. То есть мы их социализируем, мы возвращаем к нормальной жизни, потому что, честно говоря, эти дети, на их долю выпало очень большие испытания, они много насмотрелись там. На страничках фонда, в соцсетях было заметно, что по фотографиям, что вы были в зоне СВО, конечно. Какую конкретно гуманитарную помощь собирали? Вот точечно, что нужно было вести? Самое необходимое – лекарства и средства гигиены. В Херсонской области была острая нехватка лекарственных средств, причем была нехватка для учреждений с инвалидами, для детей-инвалидов, там было порядка четырех учреждений, и даже слышны были там разрывы. Перегруппировка, скажем так. Перегруппировка наших войск, эвакуация была вынуждена, мирное население. И вот как раз в этот момент там была нехватка, мы связались с министром соцзащиты Херсонской области, Алла Бархатнова, она нам дала потребность, мы здесь закупили лекарства, что-то у нас было уже, сформировали груз, и в кратчайшие сроки туда выехали. Была сложность с Крымским мостом, который был взорван, нас пропустили, вошли в положение, и доехали туда все-таки передачи. А по автомобилю прошли? Много везли? Мы везли в Газель, но в те дни вообще не пропускали грузовой транспорт, то есть всех ставили в очередь на паром. А когда увидели, что мы везем гуманитарный груз, узнали куда, вошли в положение действительно там на пропускном пункте, и нас пропустили там чуть ли не единственных. Проезжали машины, которые только ремонтировали мост, и мы проехали. И мы буквально за пару дней туда проскочили, там быстро это выгрузили. Мы не развозили уже по всем, в одно учреждение завезли, выгрузили. Нас отблагодарили, обняли, они настолько растроганы были этим обстоятельством. И мы уехали. Дальнейшие поездки будут в зону? Планируем в новом году, сейчас поймем, где наибольшая потребность, свяжемся с руководством этих территорий и сформируем груз. Отправим. Хорошо. Вот вы упомянули мастер-классы для детей из ПВР. В этих же благотворительных акциях участвуют и представители рязанского бизнеса, насколько я понимаю. Есть отчеты и ВКонтакте, и в Телеграме. А с кем на постоянной основе сотрудничать? Это очень приятно, что многие представители рязанского бизнеса принимают активное участие. Это рестораторы, это медицинские клиники, это парикмахеры, это профессиональные психологи, профессиональные юристы. То есть уже формируется такая команда волонтеров-единомышленников, которые болеют этой темой и готовы помогать. Это кинотеатр, это гостиничные комплексы. Я сейчас не буду конкретизировать, да, эта информация есть на сайте. Но действительно очень много людей начинает вовлекаться в эту работу и делают очень полезную, общественно полезную эту работу. Вот вы сказали, что уже работаете, основное ваше место работы в Москве, но в Рязани вы часто бываете? Стараюсь пару раз в месяц бывать в Рязани, да. Как человеку, который занимался этой сферой, который возглавлял даже, да, хозяйственную сферу городской администрации, вот что изменилось, на ваш взгляд? Каким вы видите город сейчас со стороны, можно сказать, а не изнутри? Гулял по Лыбинскому бульвару, очень красиво, да, сделали иллюминацию, елочка красивая, но тот же Лыбинский бульвар благоустройство делали еще в мое время. Верхний парк делали, мы еще, да, делали его, благоустраивали. Что вот глобально изменилось, но я пока этого не вижу. Так, а что касается сферы транспорта, вы же тоже в этой сфере работали. Идет закупка новых троллейбусов, и они уже закупаются десятками. Жалобы, правда, от рязанцев не заканчиваются на работу в вечернее время. Здесь можно что-то, на наш взгляд, изменить? Как вы видите ситуацию? Это очень хорошо, что, наконец, нашли деньги начать закупать новый подвижной состав. Это всего лишь, ну, пока это всего лишь 10 троллейбусов из 80, как я помню, выходящих на линию троллейбусов. Но еще будет, то есть это все постепенно поступать? Если это планируется, это прекрасно. Но вместе с этим необходимо изменять инфраструктуру, то есть это остановочные комплексы, разворотные круги, пересадочные пункты делать. Необходимо поменять вообще структуру в самом предприятии, структуру управления. То есть руководитель предприятия муниципального должен уже размышлять как бизнесмен в части организации работы. Не в части предоставления услуг для населения, а в части организации работы. Это эффективность управления, это оптимизация всех процессов, это закупочные процедуры, это экономия, чтобы предприятие действительно само себя окупало. Есть два залога успеха у предприятия. Это новый подвижной состав и хорошие маршруты. Хорошие маршруты у предприятия есть, новый подвижной состав сейчас, я так понимаю, планируется закупать. Но сейчас еще ведь разрабатывается новая транспортная схема. Новая транспортная схема – это как раз пересадочные пункты, разворотные круги. Ничего там супернового придумывать даже не надо. У муниципального предприятия магистральные хорошие маршруты с большим пассажиропотоком. Мы в свое время их начали уже раздублировать. То есть когда я пришел, они были задублированы коммерческими перевозчиками сильно, из-за чего отток пассажиров был. Сейчас эта ситуация намного лучше. Если будет новый подвижной состав, люди будут ездить на муниципальном транспорте. А на этом составе есть к кому ездить? То есть персонал? Очередь. Очередь работников. Людям интересно работать в муниципальном предприятии, где соцгарантии, где отпуска, где белые зарплаты. Туда очередь. Но здесь надо контроль, здесь надо дисциплину, руководство. Здесь надо эффективность управления, оптимизация. Всех процессов на предприятии. Чтобы это предприятие само себя могло окупать. Пусть даже оно будет работать без огромной прибыли, но не генерить убытки. Потому что у него все-таки социальная функция. Это предприятие поедет туда, куда перевозчик не захочет ехать. Хорошо. Владимир Сергеевич, давайте вернемся к вашей, скажем так, неосновной деятельности. То есть, снова про благотворительность. Какие планы на следующий год вы строите для себя? И, может быть, какие-то проекты уже есть? Планы. Еще раз, командировка в зону СВО. Поддержать там людей. И также поддерживать детей, которые здесь в ПВР. Ну и формирование патриотического сознания у ребят, у спортсменов, у молодежи. Я считаю, это очень важно, когда сейчас есть определенные тенденции оттока молодежи за границу. И мы, наоборот, показываем, что бежать никуда не стоит. Что все герои, настоящие герои остаются здесь. Кто сражается, кто здесь занимается. Всеми этими процессами. Надо оставаться, тренироваться. Формировать патриотическое воспитание. Мы проводим... Вот ребята проводят турниры. В Подмосковье было. Ростех проводил турнир по рукопашному памяти героев погибших. Вот как раз на Донбассе. И мы команду спонсировали Рязанскую. По рукопашке. Они то ездили, ребята. Причем заняли призовые места. Очень достойно выступили. И когда ребята выступают, они понимают, что турнир памяти. Каких воинов, их родители. Это действительно формирует боевой дух. Патриотизм. И если это все освещать, то мы формируем патриотическое сознание. Хорошо. Спасибо. Удачи вам в ваших начинаниях. Я напоминаю, у нас в гостях был представитель Победительского совета Благотворительного фонда «Мамино сердце» Ланевер Бурмистров. А мы с вами еще увидимся. Будем берегья. Продолжение следует. Продолжение следует. Рязан. Повез cụ奶.